Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, вы на канале Отличник Лайф. Сегодня в своем новом видеоролике я собираюсь заснять обзор, даже не обзор, а целый полноценный видеоролик про организацию телерадио, станция или же СМИ на проекте Амазинг Онлайн. Не забывайте владеть мой промокод LEVONTIY, на пятом уровне 100 тысяч рублей, на десятом уровне 200 тысяч рублей. Всем приятного просмотра и всем удачи! Ребята, всем привет, вы на канале Отличник Лайф, мы продолжаем съемку на проекте Амазинг Онлайн. Напоминаю вам о том, что есть промокод LEVONTIY, который вы можете ввести. Вот таким вот он образом выглядит, LEVONTIY CAPS. Значит, мы теперь с вами попали в организацию TRK Амазинг, на которую я хотел давно очень снять обзор. И начну я, конечно же, с самого здания, потому что это легендарнейшее здание, которое абсолютно, мне кажется, на всех серверах проектов КРМП. Но это уже, считайте, некое РМП, типа на базе, да? Но учитывая то, что это полноценно другая игра. Вот это вот здание TRK Амазинга. Вот как оно выглядит со стороны, оно выглядит очень красиво. Тут крутится еще к, прирученный к 9 мая баннер такой крутящийся, вот этот шпиль самый высокий. Давайте на самую высоту поднимемся. Ну, то есть тут прикольно. Кто помнит, кто ауды прямо, они помнят, как выглядело это здание изначально. Но мне как бы оно нравится, то, что оно видоизменено. Тут добавлены как бы эти опорные, как сказать, пункты. Давайте пройдем само, наверное, на здание. Посмотрим, что там вообще да как. Потому что мне интересно посмотреть, как изменился TRK Амазинг. Потому что в обновлениях все равно делали какие-то штуки, которые улучшали его. И непосредственно давайте зайдем. Это будет мой первый обзор. Так, ну здесь у нас, как мы видим, как будто бы барная стойка, да? Но это ресепшн. Ресепшн, где написано первый канал. Естественно, все про Россию у нас тут. Абсолютно каждый момент приурочен к этому. Легенды. Безумные Паша, Иришка Чики Пики, Олег Монгол. Ну то есть это вообще лютые ребята. Мне кажется, тут еще сбоку какая-то картина должна висеть для Симметрии. Ну да, это та самая ведущая, которая не стареет. Екатерина ее зовут, по-моему. Вот. А тут что у нас находится? Так, тут у нас Диана Шурыгина. Так, ну тут мы можем взять видеокамеру. Как я понял, оборудование для эфира. Видеокамера это просто фотоаппарат. И тут непосредственно оборудование для эфира. Ну давайте все возьмем. Так, тут какой-то закулисье. Тут мы можем пройти вот так, вот так. А, вот у нас как раз таки студия, пусть говорят. Ну тут только пусть старантят, пусть старахтят, да, написано. Ну тут, мне кажется, можно какие-то мероприятия проводить, сборы. Либо же реально полноценное шоу снимать. Тут камеры какие-то стоят. Ну то есть это очень прикольно выглядит. Не знаю, даже возможно тут, блин, превью сделать. Потому что это очень круто. Так, на всякий случай, чтобы потом повыбирать. Так, тут это все, это единое закулисье. Мы заходили, получается. Можем пойти налево, там две двери. Пойдем направо, посмотрим, что тут вообще. Так, ну тут я как понимаю, АФК место. Чисто отдохнуть, потому что тут вот как раз таки чекпоинт, чтобы снять одежду. И переодеться в гражданскую форму. Либо же можно опять одеться и начать работу. Здесь у нас вырезка шоу ЧБД. Давайте просто вот так отключим, чтобы нам удобнее было без худока. Тут у нас из Ворониных вставка. Так, это у нас какая-то комната. Ну это, короче, для радиоэфиров, как я понял. Вон там Фрукти Лупс открыт. Ну да, это радиоэфиры тут ведут. Тут у нас кофейный автомат стоит. А вот здесь вот снимают напрямую новость. Я не знаю, как это реализовывается на практике. Потому что горит какой-то чекпоинт у камеры. Давайте посмотрим. Так, качество съемки, контрастность. Ну какое руководство? Это руководство каждый раз, когда вы берете оборудование. Надо поставить HD. HD 50, 150, моно. Моно. HD. 50, 25, 100. 50... А, 50, 150. 50, 100, 50. Так, и что у нас в итоге? Осталось настроить еще одну камеру. Давайте настроим, попробуем, что вообще получится. А, ну тут для двух репортеров, короче, я вторую настраю. Вот тут походу реально съемка какого-то эфира будет идти еще случайно транслировать. Начнем, поэтому мне это не надо. Так, мы там проверили. Все, теперь вот эта левая дверь, что это? Так, ну это толкан. Добавили, кстати, удобную тему, то, что теперь можно мыть руки и справлять нужду нажав лишь одну клавишу без писанины в чат. Это очень реально удобно, это быстродействие полноценное. Ну и утоляем все свои, так сказать, нужды. Так, мне интересно, когда добавят в организацию что-то связанное с едой, потому что я знаю, в армиях можно хавать. А, к сожалению, во всех остальных врагах нельзя. Так, вот тут имба. Это, как я понял, казна у нас. Это рабочее место, но оно мне недоступно, потому что тут, ну, должность должна быть повыше. Повыше той, которая у меня. Так. Ну что, по-моему, все мы посмотрели, да? Ну, давайте посмотрим национал вообще работника, что мы можем делать. Команда организации. Команда организации ТРК, мазинг, фраг и эдит. Ну, давайте посмотрим по фрагу, что и по эдиту. Ну, эдит, я так понял, просто объявление редачить, а фраг у нас что? КПС-навигатор, время, анимации, маска, энергетик, релаксанты. У нас нет релаксантов, у нас нет энергетиков. Фракция, редактирование объявлений, прочее, выговоры. Ну, это тут удобно, все, но для тех, кто... Ну, вот, кстати, это ежедневные фракционные задания, которые вы можете выполнять, получать какие-то призы дополнительные. Это, я понял, это для лидеров тут в основном. Темы какие-то, анимации всякие есть. Это очень прикольно. Ну, в целом, в общем, вот, примерно так она выглядит. То есть, вы приходите, устраиваетесь на работу. Давайте оценим автопарк, какой тут. Потому что это самая такая базовая рга, от которой зависят все объявления. Вот, давайте посмотрим, выберем какое-нибудь объявление. Токио и Тернити, да? Нужно ввести текст от редактированного объявления. Ну, я тут не знаю, как это все редактировать. Поэтому я не буду в это лезть. Вот. Но вот таким вот образом, по таким менюшкам, быстродействующие панельки, вы можете все это делать. Так, какие у нас есть тачки? Вот такой вот бобик у нас есть. Это форды. Ну, я так понял, это выезжать на какие-то мероприятия важные. Так же эфиры вести. Ну, тут, я так понял, это для руководства, да? Вот эти мерседесы. Интересно. А, нет, я тоже могу сесть. Вот в банан я могу сесть. Так, вот такие вот ауди стоят. И в ауди я могу сесть, обалдеть. Ну, ауди, как я понял, самая резвая тут. Ну, вот такой вот автопарк тут доступен, в принципе. И все. И все. Вот люди. Люди катаются всякие тут на машинах. Тоже работники, скорее всего, организации. Ну, вот таким вот образом и выглядит ДРК Амазинг. Я бы, конечно, повзаимодействовал бы побольше с игроками и в целом. Но так как я устроился в этой организации совсем недавно, я еще не успел в ней полностью разобраться. Я показал общий вид, как она выглядит со стороны. Я думаю, вам такой ролик зайдет. Потому что, я думаю, никто еще не видел, как она выглядит изнутри, что к чему тут и как далее. Показал вам автопарк и не забывайте вводить по промокод Левонти. Всем добра, позитива, удачи. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok